Всем привет, дамы и господа! Сменили мы своих коллег на посту комментаторов и врываемся на вторую серию сегодняшнего дня в рамках 2007 сезона. Это Цесарь Джекс против команды Гамбит. И с вами на протяжении всего оставшегося рабочего дня в эфире будет работать Джем и Лос. Здорово, Димон, как дела? Здорово, Саняк, здорово. Ты что-то помолодел, похорошел. Я заболел, Саняк. Ну, выглядит, что-то в любом случае замечательно. Как ни крути. Да, матч, который нам предстоит посмотреть прямо сейчас, очень важен, потому что там по-хорошему Цесарь могут побороться все еще за первое место в группе, поэтому им нужно обязательно побеждать. А Гамбит играли с Энти типа завчера и проиграли 2-1, но там тоже такая довольно плотная борьба была. И еще важное изменение, у Цесарь Джекс будет играть, ну, они будут играть с заменой. Вместо Депрессит Кида будет играть Кумен. Вот. Посмотрим, скажется это ли в целом на игре Цесов, или, возможно, это даже в пользу пойдет, кто его знает, всякое может произойти. Вот. Так что за этой встречей будет интересно понаблюдать. Ну, Кумен пока ни разу не подводил. Все разы, когда Кумен врывался на мид, или вообще на любую другую позицию, он так-то играл довольно-таки круто. Ну, по минимуму, просто потому что сам по себе очень сильный игрок. И при этом я бы добавил, что он играет нон-стопом паблики, то есть регулярно ходит на легкую, регулярно ходит на центр, там, в зависимости от херопула. И, в общем, он в очень хорошей форме. Вот. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас под ратом здесь. Гамбит забрали, Вивера, Дес Профит пока что, ну, и Бэйн Кунка. Пока ничего новенького в плане выбора героев нет. Просто периодически у нас проскакивают всякие герои. Например, если посмотреть прошлую встречу, да, там, Зевс появился, наконец-то выпустили его погулять. Может быть, здесь про него вспомнят, опять же, кто знает. Учитывая, как легко ЦИС разваливали вот с этой комбинацией Кунка-Бэйн в прошлый раз, я бы сказал, что с большой вероятностью они будут продолжать делать то же самое. И учитывая то, что Куман очень любит в миде таких героев, которые реально наваливают с руки, то есть там это будет, допустим, какая-то Темпларочка, Квинув Пэйн, Лина. В общем, герой, который будет носить основной дэмэдж, сингл-таргет, то Кунка в данном случае будет таким хорошим танком с легкой позицией, который просто побежит и будет спейсить, делать все возможное, чтобы мидер хорошенько наваливал. Поэтому все эти герои просто банятся. У нас сразу же банится Квинув Пэйн, сразу же банится Лина. Темпларочку, очевидно, чтобы Дес Профит банить особого смысла нет, потому что это очень хороший выигрышный матчап для Дес Профит. И нужно Куману подыскать какого-то другого мидера. Да, Дес Профит, я смотрю, потихонечку добирается до меты, до нашего региона, потому что в Китае, например, регулярно ее используют, я слышал, то есть повсеместно. И здесь ее чаще-чаще мы видим у нас уже, поэтому, да, герой крайне приятный. Ну, оценили, оценили ДПшку, наконец-то она возвращается, она стабильно возвращается под конец меты, потом выйдет новый патч, 23 февраля, по-моему, да, у нас он сейчас был. Ну, по крайней мере, последнее, что я читал в новостях. Хотя, кто его знает, может быть, снова отложат. Но, в общем, в любом случае, ДПшка, я думаю, Саня, она пропадет моментально, как только выйдет патч. Ну, потому что ей нужен хороший стаб по драку. Честно говоря, пока стаб у нее слабенький, так как мы видим отсутствие хорошего контроля. Более того, мы видим мощнейший бурст в виде кунки Скайросмак, который готова стирать ДП, до тех пор, пока она не купит себе какой-то Блэкинг Бар. Поэтому сейчас ДПшка подходит в состоянии, что она не может идти вперед. Ну, да, до покупки Блэкинг Бара я согласен полностью. И Скаймак, это, как правило, герой такой на хорошее давление в рамках линии. Тут уже нужно дважды подумать, какого кэри себе взять. Ну, тут еще нужно вот сейчас сделать выбор. То есть, либо мы берем какого-то инициатора, который начинает драку раньше, чем ДП. Мне вообще Фейс Лес Войт очень нравится, если вот я бы на месте Гамбитов думал, а, общей картине я бы Фейс Лес Войта, там, каким-то четвертым пиком брал, или вообще пятым. Ну, просто чтобы драка началась первым. Либо нужен какой-то подсейв. Они решили... Интересно. Они решили выйти в Супер Лейт через Медузу, которая готова в себя принять и ультимейт Скайра с Магой и Кунку, и при этом альтернатива Фейс Лес Войту, ну, именно контроль БКБ, это будет Бестмастер, который начинает драку в Кунку или там в кого-нибудь еще. Очень сильно, вот сейчас очень сильно. Слушай, насчет Супер Лейта тут я даже не уверен, потому что Медуза в последнее время это вообще не герой про Лейту. Там, как правило, игры с ней достаточно быстро развиваются. Вот, и ДПшка вместе с Бестом это такой неплохой пуш-потенциал. Но это не отменяет того факта, что она в Лейте Сайна. Да, в Лейте Сайна. Это понятно, безусловно. Просто, знаешь, это есть стереотипное мышление, что раз такой герой появляется, ну, все, игра там 50 плюс минут, там 6 слотов, все дела. Нет, ну, как пойдет, как от Лени Слотов. Нет, само собой, что Медуза тоже будет нервить, она слишком такая. Слишком крутой герой, да, хорошо ставит Лени, быстро фармит лес, у нее почти нет там минусов. Она может войти фармить лес, вот если совсем все плохо, даже с 3-й левел начать. Короче, сейчас проблема у цисов. Сейчас с цисом нужно это передамповать. Им нужно сделать так, чтобы гамбиты вообще не могли фармить, потому что, ну, мидгейм у гамбитов крепкий, Медуза после манты, она уже душит Скайросмага тем, что просто снимает с себя этот Сайленс и повышение входящего магического урона. При этом она реально готова впитать вообще все, что умеет цисов. На корабль мы отвечаем стонгейзом, и будет угран или поздно корабль закончиться. Короче, цисом надо прям темповать. Слушай, она забирает Тайтхантера, и тут вот назревает такой вопрос, по крайней мере, у меня в голове. Куда все-таки отправит Кунку стоять? Может быть, Кунку сместить на центральную линию, как вариант, и забрать себе кэри напоследок? Хотя, с другой стороны, Кунку против Деспрофит, наверное, очень хочется выставлять на одну линию. Ну, есть еще вторая сторона, Кунка очень хочет против Бесмастера стоять. Да, тоже верно, да. Такой супер благоприятный матчап, там никаких кабанов вот этих вот не будет. Если Бесмастер будет качать топоры и ауру, то окей, все будет нормально. Если он будет качать кабанов, будет все еще лучше. Я просто к чему, Кунка — это не совсем тот кэри, которого ты хочешь видеть против Медузы, мне кажется. Здесь хотелось бы увидеть, ну, какую-нибудь Урсу там, я не знаю, с диффузами, что-то вот такое, что сможет съесть ее один. Ну да, я согласен. Нет, тут вообще по-хорошему хотелось бы видеть какого-то крепкого мидера. Ну, мне в голову единственное, что приходит, такой Тарк Варден. Но Куман на нем не играет, поэтому... Чего себе, какого героя ты вспомнил. Может быть, Снайпер, кстати. Ну, то есть нужен какой-то реально мидер в центр, который реально будет наваливать. Вот Гамбиты считают, что Циссы бы пикали Пак и... Слушай, они банят... Циссы банят вообще саппорта, смотри, да. Нет, Циссы — да, а Гамбиты просто банят вот всех героев Кумана. Честно говоря, Паку, Куман на нем хорошо играет, да, там иногда. Иногда не очень, там были у нас игры, где у него не получалось. Но, как говорится, здесь Паку, он вообще, он здесь не нужен. Здесь нужен Циссам, просто любой герой, который наваливает в цирке. К слову, Снайпер реально крутой. Вот если так присмотреться, Снайпер, он, во-первых, Куман на нем играет. Во-вторых, он в миде против ДП стоит хорошо. В-третьих, он стоит очень-очень далеко от противника, до него очень сложно добраться. Ну и в-четвертых, у него слишком крутой стаб по отпитку. Пока Абреваторов, видишь, банят. Шторма Пака. Решили вот так вот поступить к Гамбиту. Окей. Так, ну что ж, последний бан остается для Цисс Риджекс. Цисс Риджекс все еще нужен им саппорт пятой позиции, скорее всего, да, в пару Медузи на линию. Вот, против Тайтхантера, как бы герой. Ну вот, да, кстати, Белка был бы хороший вариант здесь, согласен. Они просто убрали всю механику брейков. Брейк, да. Вообще, конечно, Катт и Ласпи Кэш Саппорта пятой позиции Трафлан. Поэтому я бы в этой ситуации просто бы брал Рубика в сложную с Бесмастером и Вивер бы сделал пятерку. Так как Рубик здесь прям очень силен. Оцени количество спилов, я ценю мощь этих спилов, которые имеются от Цисс. Я бы сказал и легкость воровства еще бы оценил бы здесь. Потому что что реведж легко своровать, что ультимейт Бейна безоговорочно, ты всегда воруешь. Ну да, и в кого не ткни, все, что-то полезное тебе появится. Ну да, то есть, конечно же, хочется Вивера отставить на четвертую позицию, чтобы он когда-нибудь собрал гоним. Хочется, когда вот такой сильный Рубик может появиться у Гамбит, то я бы на его адрес обратил внимание. При этом мы не знаем, насколько хорошо играет, допустим, у Гамбитов игрок на Рубике. В общем, был балл, я уверен, он бы тут появился. Вот появляется Клокверк. Если честно, конечно, Клокверку здесь... Ну, с одной стороны, он защищает Медузу, да, но с другой стороны, он не хочет прыгать ни в Тайда, ни в Кунку. Эти герои как-то ему вообще не улыбаются. Ну, наверное, хоть хочет с Кая в какой-нибудь Бейна врываться, хотя с Бейном тоже могут быть проблемки. Удачи, удачи, короче, он под кораблем там ходит. Это правда, это правда, да. Мне вот все-таки интересно, как Циссы поступят здесь. Все-таки оставят Кунку на кэре или будут как-то ротацию делать? Хотя времени не так много осталось, сейчас уже узнаем. Нечего тут думать. Все-таки снайпер-то был прав, Димон, на центральную линию для Кумана. Работаем, Саня, работаем, работаем. Ну, все было очевидно. На меня шок то, какие баны делали Гамбиты. Они, видимо, на один-два хода вперед не думают вообще. Возможно, не подготовились просто. Ну да, потому что, ну, понятно, что они баны сделали, скажем так, обычные против Кумана, но тут снайпер прям вот он напрашивался. Потому что вот снайпера Квардом, все, это два единственных героя, которые втаскивают игру. Все остальные герои как-то вот как-то они вообще не втаскивают. Так можно выразить. Ну да, можно обратить внимание, что на Бейсмастере будет Фаник играть. То есть тоже интересно будет посмотреть за этим, собственно. Да, ну что ж, вот такие у нас драфты получились, если честно. Я вот упомянул про то, что саппорта пятой позиции на ласпик забирают. Я вообще не помню, когда последний раз за таким наблюдал, потому что это какой-то, если честно, современный. Давайте, потому что, как правило, Коров пытается забирать напоследок. Вот, давайте посмотрим на коэффициенты от наших друзей из Винлайн на этот матч. 2,8 на Гамбит, 1,3,4 на Цис Риджекс. Ну, по понятным причинам Цисы тут находится в ранге фаворита. Но, опять же, мы должны понимать, что у них замена. Как сыграют они по итогу с этой заменой, мы узнаем прямо сейчас, когда начнется карта. Ну, и по драфтам. Я даже не знаю, если честно, кому здесь отдавать предпочтение. Но снайпер, снайпер интересный. Снайпер лайк, снайпер разматывает вообще всех, Санек. Я, кстати, вот посмотрел недавно резкий, вот есть такой прикольный канал, Форхет. Мне там понравилась тема, когда был 6-ти слотовый снайпер против 6-ти слотовой медузы. И там забавная была история, когда снайпер просто вытолкнул медузу пикой. И она просто до него не смогла дойти. Она пока пыталась сделать хоть один удар, он просто расстрелял ее хоть шотами. Поэтому снайпер здесь однозначно лайк. Он тут все героев просто наказывает вообще абсолютно всех. Ну, и не сказать, что на самом деле много героев у команды Гадбит, которые могут прям быстро добраться до него. Разве что там бисмастер какой-нибудь с блинком как-то сможет его подловить. И все равно это программа максимум, наверное, для них. Единственное, что можно сказать в плюс, это то, что Вижена будет, наверное, много по карте за счет птичек. И снайпера нужно реально будет хорошую позиционку всегда в драке держать. Но у него, благо, хватает героев, которые могут пойти вперед. Так что проблемы, я думаю, с этим не будет. Ну, с Темой вообще проблем нет, да? То есть вот когда у тебя такая команда, там реально очень крутые спейс-крейтеры. То есть там Тема, там Паша. Рамзес в последнее время реально бегает там просто на своей кунке. Много спейсов создает. То есть реально вот с такой командой, где четыре суперспейсера, ну ладно, три суперспейсера и Рамзес, с такой командой реально вот проблема в том, чтобы защитить снайпер, нет вообще. В этом плане для кумана создали все условия, чтобы он просто шифтом райдкликнул всю вражескую команду. Все условия для него. Ну что ж, давайте смотреть. Пока у нас дефолтная, так скажем, ситуация. Игроки просто идут вперед, расставлять сейчас будут вардики какие-то ранние. Вот. Возможно, даже намек какой-то будет на ФБ, кто его знает, если кто-то загуляет и саппортиков кого-то подловит. Хотя, как правило, в последнее время не радует нас особо командой ранними фрагами. То есть там мы первые пять, там шесть минут наблюдаем счет 0-0, как все просто фармят. Ну все. У нас с этим DPC вообще первый дивизион превратился в какой-то китайский дивизион. Да, да. Раньше мы комментировали, я помню, с Кристалом у нас какая-то, там, 15 минуты была счет, что-то из серии 2-3. И то это 2-3, это, знаешь, чисто повезло, потому что там кому-то руну хостыд, но мы подвигали. Да, 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 да. Вот у нас примерно такая ситуация. Ну ничего, Димон, скоро все изменится, я надеюсь. Вроде как заанонсировали дату, да, патча. И должно быть, должно быть много нововведений, тогда уже тот изменится. Ускориться, надеюсь, как-то как-то немножко... О, мы верим, Сань, мы верим. Да, я надеюсь, надеюсь, хотелось бы, конечно. Ну что ж, у нас по итогу 2-2 по баунтирунам тихое, спокойное, мирное начало. Расходятся игроки по линиям, давайте наблюдать. Здесь уже кабанчик патрулирует, мы видим, бегает. Паник там бодиблочит, я, судя по всему, я так понимаю, да. Роджер здесь пробежался, сантюшечку поставил, такой, так, так, так. Какая же эта душка, это будет реально бейсмастер против кунки с кабаном. Это же такая жесть, ой, это шок-контент. Ну, пока медли бейсмастерам. То есть, фаник тактен бейсмастер, это одна из его сигналов, он еще с временем 3-го интона на этом герой очень хорошо играл, и когда-то он там прям очень круто все делал, но тут реально кунку меняли, да, с тех времен бейсмастера. Короче, сейчас на линии, вот, когда видишь бейсмастера, не хочется вообще ходить в сложную линию, если там стоит кунка. И суппорт у него, ну, не то чтобы он там прям вот, прям такой убийственный, да, то есть это вивер. Естественно, ему там от Айддрингера рано или поздно достается. Единственное, с Карасмак, он, безусловно, слабее просто. Вообще, Роджер, супер неприятно. Ты представляешь, что с ним будет, когда у вивера жук появится? Да, я представляю, что Роджеру нужно просто стоять за кункой и не устраивать лесные замесы, потому что вивер тупо сильнее. Ему нужно просто стоять за кункевичем на линии и довольствовать с тем, что кунка будет сплошить тайбрингером по одному, ну, или по двум героям. Да, бегает здесь, конечно, Союз, пытается напрягать. Но Рамзес, конечно, здесь вряд ли пробьет, но вот Роджер хороший кандидат. Опять приходит Кабанчик, будет сейчас замедление, еще тычки полетят, и у Роджера практически половина хп отсутствует снова. Кабанчика забирает, собирает здесь за счет того, что есть тайбрингер. Ну и просто на фрифарме кунка находится, что бы сказать. Хотя на самом деле бисмастер тоже не особо сильно ему выступает. По крепочкам у Фанника тоже все замечательно. Ну, кунка только разгоняется, там душка-то начинается. Вивер побежал. Побежал Вивер, снова Роджер под Фоксом. Здесь Кабанчика, конечно, не хватает с замедлением, но все равно неприятно здесь, конечно, Скай. Ну, Союз вообще красавчик. Он выбил фласку и снес треть хп Скайросмагу прямо сейчас. При этом сам он там почти ничего не потратил. У него еще фуллмана, фуллхп. Союз на этой линии прямо отрабатывает пока по максимуму. Вот, значит, если Скайросмага не устраивает ситуацию, что он не может стоять на линии, то ему еще вариант просто буллитер. Еще один вариант, и все. В целом, все остальное не приветствуется. Тут мы видим, что такая линия, да, попробуй что-то сделай клокверком. Живается она. Вот, собственно, то, о чем мы и говорили буквально минуту назад происходит, да, даже без жука. Вы посмотрите, снова фласка пошла в расход. Пас, ломай, опасно. Союз через стики-стики-стики. Феррик есть, нормально живет. У него там будет сейчас шикучи. Очередные фласка на себя. Перекладываем шмоточки. Нужно убегать. Аркейнболт за ним летит. И... Еще рунки, смотри рунку. Нормально, нормально, живет. Вот. Но это, в любом случае, уже две фласки, потраченные на саппорты. Это, ну, наверное, не то, что ты хочешь видеть. Но с другой стороны, с другой стороны, за счет того, что ты постоянно разминиваешься с этим вивером, у тебя акунка без проблем, парни. Наверное, не так все плохо. Так, клоквер, людей зажимает FNG. Ошкует FNG. Получил немножко урон, но приходит сюда Пашу, поэтому нет. Прага здесь не кидать. Тут клокверка, ничего, важнее что-либо сделать, да. Тейтхантером в третьем левеле он уже забываем. Да и Бэйна не сказать, что легко закрыть, как-то убить. Довольно плотный герой сам по себе. Там еще и... Да, да, да. Там ближе к четвертому левелу, если Тейтхантер... Станкует, наверное, весь дэмэдж у себя вполне. Вполне способен на это, имею в виду. Да, там ближе к четвертому левелу, если Тейтхантер засейвит скилпоинт на гаш, где-то можно вообще клокверка подвезать через гаш, когда Бэйна у нас еще и пинать с руки. Поэтому вот Медуза бьет Пашу, но уже с дэмэджем почти не чувствуется. Единственная дэмэдж, которая летает Тейтхантер, это Змейка все. Но на одной Змейке далеко не видишь. Поэтому Тейтхантер, он все там принесет какой-нибудь Регион и все. На этой линии его можно вообще вангзаст валять. У него все окей. Слушай, мы не так часто смотрели на центральную линию, но, наверное, там не особо интересное противостояние по итогу, потому что, ну да, ДПшка чуть получше себя чувствует, но давайте будем честны. Шанс того, что Соло кто-то сделает фраг там, ну, наверное, равен нулю. Потому что ДПшка вряд ли Снайпера сможет зафуктить, что Снайпер, наоборот, вряд ли сможет ее забрать один. Я думаю, только урон хасты. Да, либо перетяжка каких-то саппортов, как говорят, поможет. Ну, кстати, Фантомем, он понимает, что вот он был бы рад, конечно, свалить с этой линии и пойти батарейкой развалить Снайпер. Снайпер очень уязвимый цель в миде. Вообще, когда вот Снайпер в центре стоит, очень круто иметь какую-то земелью. Реально вкатывается там с 2-го 3-го левела и под ДП там 100% фраг. Но здесь задача вот ФНГ все время подсвечивать Клокверка, чтобы он не мог вообще там подойти, как-то обойти, неожиданно Коги поставить, чтобы этого не произошло вообще никогда. Ну, пока этого и не происходит. Что ж, давайте глянем на нетворца, как у нас дела обстоят. Да пока все плюс-минус ровненько. За исключением того, что Рамзес там вырвался неплохо так вперед. Клокверк далековато убежал. Ну, вот, собственно, та ситуация, когда пытаешься закрыть Бэйна, а ему как бы плевать на весь твой дэмэдж. Ну да, ты пробил его на пол хп, ну окей. В ФНГ и так, в принципе, сейчас прорежется до базы, вернется, отрегенится. Да, тут еще есть момент, что сейчас снайперу нужно будет немножечко поосторожнее постоять, да, потому что начинается та самая мощь, обычно, когда приходят саппорты. Ну, а Бэйн он просто сбегает домой и телепортируется на вышку. В итоге у Клокверка сейчас нет маны, он не может быть суперэффективен, если себе быстренько чего-нибудь не принесет, а Бэйн будет в любой момент готов сделать ТП на центр куда угодно и поцелить снайпером. Ну, собственно, пока развитие такое, что по-прежнему нет ФБ, но, возможно, будет прямо сейчас. У нас Роджер далековато ушел, там два кабанчика сейчас его могут скаутить. Да, в сфере все погибнет, да. Уходят. Или уходят, или уходят. Ой, как же больно, я был прав. Боже мой. Ну, повезло, повезло. Ну, вот у нас сейчас перетянулся. Классическая игра, Сань. Да, да, нормально. Я не перестал. Я, в принципе, я не рассчитывал на какой-то дикий экшен, если честно. Я, в принципе, морально себе уже подготовил к этому, так что. Когда ты морально готов, как-то и комментировать даже, дашь, легче. Ничего страшного, сейчас раскликаются, расфармятся, игра пойдет, уверенно. Через минуточек 10 начнется на стоп-экшен по карте. Пока рановато. Тайт Хантер продолжает фармить на линии. Все, замечаю, кстати, у Тайт Хантера такой очень внушительный. На это, если посмотреть, уже 3000 имеет так-то. Вот это интересно, конечно, вручится, там мемы на Тайт Хантера. Да, да, да. Ноль дэмэджа, просто ноль. В принципе, как и Медуза уже его не особо пробивает, если так посмотрите. Медуза, она бьет, да. То есть, если Тайт Хантер будет долго стоять на передовой, очевидно, что, возможно, они там когда-нибудь его развалят. Нам нужно потратить очень много усилий, очень много маны, всех ресурсов, какой-нибудь дивер еще позвать на перетяжку. Очевидно, что пока они тут душат Тайт Хантера, которые не особо-то и продушиваются, там еще и снайпер с кункой занимает лидирующие позиции. Ну да. Саня, уже при фаером, вот такое ощущение, что если ДП не делает чудеса своим ультимейтам, а чудеса это когда она там забирает героя, забирает Рошана, забирает вышки, не спасает игру, будешь спасать эту игру. Но, подожди, подожди, давай не будем торопиться. Всегда есть вероятность, что оппонент забежит под вышку, ты там накинешь три сифона под экзорцизмом, всех развалишь. Так что, все может быть. Пока непонятно, чего здесь ждать, можно пока посмотреть на коэффициент от наших друзей из Винлайн, уже на карте на эту. 2,62 на Гамбит и 1,39 на Цис Риджекс, по-моему, не особо сильно-то они отличаются от серии, да, плюс-минус такие. Погрешность совсем небольшая. Ну и, понятное дело, все еще номинальным фаворитом остаются у нас Цис Риджекс в этой встрече. Армлет появляется у Кунки тем временем. Тэдхантер, понятное дело, что здесь с Худом стоят, вряд ли вы здесь выселят, можно, наверное, даже на линии уже и не обращать внимания на это. Очень много ресурсов нужно приложить. Вообще, в такой момент, что надо снайперы душить, ну, точно не Тэдхантера. И видно, что саппорта Цис Риджекс в этой уже 100 лет. ФНГ, ФНГ под экзорцизм, могли бы забрать, но ФНГ делает ТП, делает ТП и успевает улететь. Ну что, шикарный мув, слип, делаешь ТП, в итоге экзорцизм молоко, ничего, никого не забрали, ничего. Они не успеют запушить, скорее всего, за это время, поэтому всё прекрасно. Ну, вообще, круто. Да, очень круто. Я бы сказал слишком груда. Ты прям вот, ну, всё очень круто делают. И одного самого места пока в их игре. То есть, Кунка уже, оставляем одного, он там стоит 4500. Тэдхантера тоже оставляем одного, руки у Санта просто развязано. Делай что хочешь. Фоткает твой бисмастер, 3000 нетерсон, он ничего не может сделать, поэтому повторюсь. Вот, Союз-то спалил стаки, вроде, получает Ancient Steel. Кстати, снайпер задвижает ультимейт, и Союз... Ой, ладно, чуть-чуть совсем осталось. Летит Шрапнель, Союз. Там 10 стиков, правда. Сладко учится, да. Повезло, но там очень мало хп было. На тоненького совсем ушёл. Ну да, Медуза пошла уже выфармливать леса, это значит, что линия полностью за Тайтхантером. Там оставили пока что Клокверка, подпитывать экспу, да, пока есть такая возможность. Но мы должны понимать, что Тайтхантер скоро уже, наверное, там уже и за вушку пойдёт. Вполне себе, может быть, такое развитие событий. Кунка с Армлетом стаки фармит сейчас в лесу в своём, там ему, я так понимаю, помогают с этим нелёгким делом. Там, судя по всему, снайпер, да, перетянулся. А ФМГ не теряет времени зря и просто впитывает экспу в митинг. Ну, то есть, да, ЦИСа действует прям очень уверенно. Кунке нужно просто два слота. То есть, так-то у нас один слотом способен навести здесь шороху, но тут такое дело, что Армлет появился слишком быстро. А, ему нужен ультимейт Скайа ещё сверху желательно. Или какой-нибудь Бэйн. Поэтому, когда вот появится 6-й левел у Скайа или у Бэйна, то там прям всё необходимое будет, чтобы они просто бегали по кулдауну, наказывали кораблём. Ой, снайпер с масочкой. А до этого момента качаемся, качаемся. И пользуюсь тем, что все герои ЦИСов, именно все коры ЦИСов, они в среднем качаются быстрее, чем коры Габи. Ну, знаешь, можно сделать предикт, на какой минуте мы увидим ФБ. Как вариант пока, потому что 10 минут прошло, ФБ нет. И намёка нет вообще на то, что кто-то пойдёт куда-то драться. Ну, опять же, чего мы ждём? Кунка дофармил себе Армлет, что дальше? Сапожек появится, Блокинг Барр, да, наверное. Вот, и тогда он вполне себе уже боец. Я когда вижу такие игры, Сань, я вспоминаю второй инг, где мы на пятнадцатом минуте ГГ уже писали. Против АйДжи, да. Мы на пятнадцатом минуте ГГ уже писали, когда нас там внесли. Ну, здесь пока нет разговора даже про то, что кто-то кого-то несёт. Тут пока дефолтный размен вышками на пятнадцатом минуте. Ну, и так, при фаером я уже готов в хату лить нацистов, если они сыграют хорошо при фаером. Да, мы прекрасно понимаем, да, что это СНГ-регион, где... Да, всё возможно, всё возможно. Да, всё возможно, потому что, опять же, очень много зависит от экзорцизма ДП. Ну, сейчас вот мы видим то, что гамбиты начинают поактивнее играть. Они сейчас забирают вышечку, у них очень крутой пуш-сетап. Если где-то ошибаются с ИС, это вот ЭТП-шечка, эсмастер, кримчики, всё это вместе собирается. И они реально ломают. Поэтому всё же, что нужно сделать. СИСМ-это просто иметь вижен и принимать драки 5 на 5. Тем временем здесь у нас Куман зафармил стаки, которые были сделаны. Забегая сюда Пантомем, уже заряжать, готовый был свой ультимейт. А тут на развороте... Блин, поймать бы кого-то, конечно, Бэйном, но у Бэйна, к сожалению, немножко левела не хватает до 6. Заходит сюда Мелажу, нужно бежать. МГ и ФНГ. Сюда летит Тайтхантер. Возможно, будут драться, не услышали. ФНГ все ещё живёт, Пантомем. Пантомем доволен, я думаю. Он чисто ФБшку поднял только что. ФБшку забрал, да. Но, опять же, заставили стянуть сюда. Там я не обратил внимания, экзорцизм не потрачен, поэтому не страшно. В принципе, в размен даже в пользу, наверное. Всё прекрасно. А ФНГ еще и посмеялось. Добрали ФБ. Ну и всё, у ЦИСов. Вот они, 6 лвела появились. Скайросмог уже готов наваливать под корабль. И Бэйн тоже очень скоро получит 6 лвела. Всё, они готовы драться. Ну, таки даже не думают пока что о Блокингбаре. Просто сразу собирается урон, сразу север-райч. Поехали. Да, да, да. Ну, противенька не так много урона, чтобы его забавить под кораблём. Вообще, да, да, я согласен. И БКБ здесь, наверное, не так уж и нужно. По-хорошему-то тебя, ну и не особо-то спасает от рора без мастера. Да, если залетит, так долетит. Главное, спит раз кастовочку закинуть и будет жить. Ну, окей, а тем временем, внезапно по вышечкам-то уже преимущество в пользу команды Цесари Джекс. Потому что они перетянулись, как раз-таки и забрали Tower в миде. Вот сейчас могут союз найти. Отточен сил, поймали, возвращают обратно по вторым корабль. И до свидания. Минус, вивер. Да, это жёстко, Сань. Жёстко? Жёстко, но как есть. Жёстко по-прежнему Димон 2-1 счёт. В 50-минуте, да. Это тоже жёстко. Вообще, не сказать, что гамбиты, знаешь, где-то играют плохо. То есть, ну, то они-то реально, ну, делают, как вот, там, на КВ-чиках отрабатывали. Пик у них более-менее, да? Да, но такая запара, что просто пик противника, он в разы сильнее сейчас в мидгейме. Драться они, там, защищать свои вышки не способны. Единственное, чего они пляшут, это ошибки ЦИСов. Всё, это единственное, чего они пляшут. Ну, пока не доставляет такой радости ЦИСовему оппоненту. Тут у нас Рамзес снизу наглеет немного, правда. Он один, я вот к чему. И вроде как к нему уже в гости намереваются ворваться гамбит. Потому что вот он хукшот. Рамзеса закрывают в коге. Салин залетает по ДПшке. Но ДПшка уже раскастовался в ультимейте. И помнишь, что мы говорили про ЦИС-регион? Всё может быть. Я же так, что сказал, что единственное, что пляшут гамбиты, это от ошибок ЦИСов. Ну, а ошибки ЦИСов какие? Ну, коночка. Стоп-1 на Этверсс, он думает, пойду-ка я там на вражеской святыне побегаю. А чё бы и нет, да? Там же Клопперг и Бисмастер. Ну да, а вдруг там не придут меня убивать, кто его знает. Да, да. Неужели они догадаются прийти развалить меня? Даже без ромбоса. Смотри, смотри, какой мув на Медузу. Идёт на Медузу, там на хосте неприятная новость. Есть ультимейт у Бэйна, конечно, на Медуза прочитала полностью этот момент. Ну, там скан был просто заюзан сейчас от команды Гамбит, и в него благополучно наступают ЦИСы, и Медуза успевает уйти, поэтому выход не удался в Смоках, к сожалению. Ну, в общем, вот таких ошибок, безусловно, от ЦИСов надо много. Ну, подожди, драка всё ещё может быть. Пантомема поймали! Через два ультимейта Пантомем отправляется в таверну отдыхать. Ну, и к тому, что вот таких ошибок нужно, чтобы ЦИСы совершали в большом количестве. И на счастье ЦИСов, у них только один Рамзес в команде, поэтому, если они и будут, ну, скорее всего, только вот откунки. В таком масштабе. Так, а что по сборочке у Тайдхантера, кстати, не обратил внимания, что он будет собирать в этой игре? Я плотность собирал. Ну, у него уже худ был, там, первым артефактом, что дальше будет. Будет ли ауры какие-то собирать на себя, на команду, либо же на врыв какие-то артефакты, как вариант. Такой драфт у противника, да, что они сами к нему придут. Возможно, кстати. Там Локверк сам прыгнет, и бисмастер придает. Ему даже нет смысла. Так, поймали Death Profit в миде, выходит FNG. Сюда есть перетяжка, реведж от Тайдхантера. Блингдаггер всё-таки у Тайдхантера. Всё, вот это я хотел узнать. Теперь мы знаем. Так, забрали мидера, Death Profit очень быстро погибает. Там за Роджером погони от Саюша Роджера, нужно жучка с него сбить, он горит. В это время в другой части драки избивают Медузу. Медузу очень быстро теряет ХП, Медуза Ассасиней залетает от Снайпера, Медуза погибает. Фаннику тоже больно, и Фанник, скорее всего, тоже никуда отсюда не уйдёт. Это ещё один минус от команды СС Реджекс. Последним СС погибнет Фантомем. Триплкил сделает Куман. В сумме минус 4 от команды СС Реджекс. Отличная драка, что сказать. Замечательно. Да. Ну, что, молодцы. Тысячи. Драка мы едем. Она просто... Крутая. Я вообще не представляю, вот Тайгхантеров, вот его... Вот его с кудом сложно одолеть. И секунду представим, что там корабль, вот на секунду сами. А там ещё будет Алибарда. А там ещё будет Алибарда, и плюс ещё дизарм, который в Медузу залетит, и кто бить-то будет. В духе разве что как-то пытаться пробивать, там, грызть. Да, то есть про Медузу мы молчим. Как раз понимаем, что она тут как бы не боец. И вообще единственный герой, который тут вообще потенциально вносит дэмэдж от ДП, но мы помним то, что ДП минусовали сразу. И вот момент такой, что если ДП минусуется сразу, если экзорцизма нет, всё. Лучше даже не пытаться. Даже не стараться. Это всё равно бессмысленно. Ну, это математически не поднимается никак, там. Вот, поэтому... Да, математически. В Медузесу прилетел с Эльвер Эйдж тем временем. А, да, уже готовый. И второй домик тут на подходе уже для бессмайстера. Там уже номинальная такая борьба за Рошана, судя по всему, начинается. Потому что периодически чекают его гамбит сейчас птичку своими. Пантомем, он побежал, говорит, не бьют ли там Рошана? Нет, Рошана не бьют. Пока не готовы. Ну, или не хотят, возможно, цис. Мне кажется, они могут вполне себе забрать, если захотят. Но нужно ещё одну драку провести. Заходит на вражескую территорию, да, гамбит. Расставляет вижн. Чекают наличие возможных там стаков. Не знаю, что-то какого. Но стаков здесь, понятное дело, нет. А там ответная вылазка также в лес от команды СС Реджекс. Могут сейчас Фаник найти. Фаник тут фармит. Ни о чём не подозревает. Выходит ФНГ за ультимейт. И за фарс. Кабанчик и тролль. И, знаешь, вот иногда бывает такой момент. Такие пацаны, у нас Медуза. Всё будет нормально. Лейти. Нет, Лейти нормально не будет. Мужики там снайпер. Поэтому, как бы они там не качались, как бы они не выходили. Лейт снайпером всё равно. При таком сетапе, с такой комбинацией героев, там у Медузы шансов почти нет. Мужики хорошие, падает. Бриганс Блэйд пойдёт. Так, ну что, 4000 преимущества. Чекают на всякий случай Рошана. Цесарь Джексона. И вот, понятное дело, никто не бьёт. Ой-ой-ой, врыв на Роджера от Пантомема. Но Пантомем уже половина лица потерял своего. Торрент залетает. Корабль тоже сюда пошёл. Ещё попутно союз, что подцепили. Роджер в итоге выживает. А вот Пантомем, к сожалению, нет. И это ещё один фраг. И, возможно, кстати, не последний нет. Ромтез никого больше не смог поймать. Но это уже девятый фраг для Цесарь Джексона. Да, ну, Пантомема старается, да. Ну, помнишь, как мы говорили, Клокверк вот здесь. Да, чё-то как-то, ну, старайся, не старайся, да. Да-да, вижу, тай-да, вижу укумку. Не хочу верить, такой, кольки. Ой, Саюша, поймали. Сейчас, наверное, будет Эншн Сил какой-нибудь. Саюш, по Торрент. Саюш, ещё и ультимейт не пожалел. Роджер на него, это ещё один минус. Легко, слишком, слишком. Всё получается, ФНГ прям красавчик. Здесь, ФНГ очень много делали, своей команды. Почти в... Все драки, наверное, даже большая часть, вот которая, как минимум, начиналась, это за счёт того, что он выходил, кого-то ловил, кого-то цеплял. Ну, ничего, Сань, Бэйн тоже понерфит. Закончится золотая РФ, ФНГ. Ладно, придумывай что-нибудь ещё. Я уверен... Слушай, я уверен, что у него там ещё парочка героев есть в запасе, на которых он круто будет исполняться. Ну, для него Бэйн очень крутой, потому что, вот видишь, он же бегает, ставит варды, он бегает, цепляет. То есть, вот такой, на самом деле, такой игрок нами золото, потому что, ну, по сути-то, он ведёт за собой всех. Ага, человека, который там нажмёт Mystic Flayer, даст крест, торрент, корабль. Ну, такого игрока очень легко найти, просто там... Чтобы он просто шёл за тобой и нажимал кнопки, поэтому здесь вот видно, что Бэйн прямо выполняет просто огромный объём работы, чтобы они постоянно врывались. Как надо. И что им нужно? Им нужно просто ждать с Рошана. То есть, первый Рошан у них падает довольно-таки быстро, с этапчик у них более-менее под бизнес брони Тайтхантера, и с кункой запакованно дэмэдж он там будет разваливать. Да. А тем временем, кстати, коэффицианты подоспели, свеженькие от Винлайн на эту карту. 1 на 11 уже на ЦС Реджекса, и 5,2 на Гамбит. Прям сложно с ними не поспорить, как говорится, потому что они полностью отражают суть происходящего на данный момент, поэтому, да, согласен. Я бы на Гамбит уже десятку давал. Подожди, подожди, ну подожди, ну всё может быть. Кто его знает? Какой пять чертов? Десятка. Руновато, мне кажется. В 20-й десятку закидывать. Шадоублайд появился также для Кумана. Руна появляется сверху, Аркейн забирает эту себе, да. Без профит в бутылочку. Для ДП получается такая крайне неудачная игра, потому что, во-первых, вышки они не забирают. Во-вторых, как и говорилось, без хорошего подсейва она будет просто лопаться за крест-ориант корабля. Мы это ещё на драфте обсуждали. В-третьих, если она не забирает вышки, она без левела. Помнишь, как мы говорили, без БКБ она тут вообще не работает. Я бы сказал, у них врыватор не самый лучший. У них вот этот Клоквер, который врывается от него, его импакта не так много. Как Бейсмастер? А Бейсмастер с домика сам вторым у него, у Блинка нет пока Блинк не появится, тут трудно ворваться нормально. Найс тогда, дай стройка, да? Пока 3-го домика и Блинка не будет, я никуда не пойду, да, говорит Бейсмастер? Получается, что так, ну, по факту выходит так. Там был Смок разбит сейчас, но быстренько его спалили сейчас, Гамбиты, вот, Сисов. А в это время Гамбита вообще находится на вражеской территории, там Тайдхантер дофармил себе алибардочку, теперь Медуза грустит, потому что ей не побить в драке. Нормально. Ну и заняли... И Медуза вообще не будет бить. Ну да, заняли вражеский треугольник сейчас у нас, Сисри Джекста, и разбивает еще один Смок. У нас Союз. Ой-ой-ой-ой, а что, просветочка есть? Конечно же есть, Союз. Никуда отсюда не денется. И минус виверок, виверочек. И сразу же выход на Рошана. Вообще не боятся ничего у нас Сисри Джекста, но у них все в наличии есть. Те кнопки, да. Прям на изи подписки, мужики, качаем. Нормально, нормально. Медуза заняла позицию. Шрапнели летят. Видит сейчас Медузу. ФНГ подставляется. Кстати, ФНГ больновато здесь. ФНГ может погибнуть. Пошел корабль. Тем временем от Рамзеса. Фул раскаст Фанника. Фанника просто стерла моментально. Он даже рор не успел раскастовать. А вот Тайтхантер успел раскастовать свой реведж. Роджеру там больно. Роджера, скорее всего, здесь заберут. ФНГ пытается как-то помочь. В итоге получился реведж молоко. Убежать бы Паша отсюда как-то. Он начинает мансовать. Там все фончики присасываются к нему. Духи бьют. Весел залетает. Кентавр бежит на перехват, чтобы закинуть стан. Наверное, жуки еще сверху залетают. Боже, сколько сил было потрачено на этого Тайтхантера. Там Кума разваливает. То есть пока они бегали за Паша, там Кума еще одного героя умудрился развалить. По итогу, я думаю, у Цисов этот замес устраивает более чем. Тройку на... Тройку-пятерку отдали на тройку и четверку. Наверное, все-таки больше в пользу команды Гамбит. Просто кулдауны у Цисов... Это да. Они поменьше, да? То есть он говорит, что сейчас Кунг у него очень скоро откатится корабль. Очень скоро у него откатится корабль. И он будет готов идти снова. Тот же Снайпер, он не теряет актуальности, в отличие от Медузы, потому что у него ультимейт кулдаун слишком маленький. А вот Медуза без Тунгеза она уже не такая просто. Ну и Дес Профит без Экзорцизма тоже драться не хочет, понятное дело. Да, 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 да. Но продолжают фармить пока что. Это опять же не означает то, что сейчас Цисы пойдут и заберут легко этого Рошана. Понятное дело, Гамбит не дадут так просто этого сделать. Вообще, Гамбит сами разбивать смог, потому что Блокинг Бар появился в Дес Профит. Но вот Стунгейс практически откатил, а что там по Экзорцизму? Экзорцизм еще долго должен откатывать, по идее. Нашли Роджера? Успел. Он живет, он живет все еще. Очень долго живет. Да, врывается Клокверк, но это, возможно, для него врыв в один конец, потому что пошел корабль и Клокверк должен погибать. В это время там Паша наводит немножко движу в тылу врага, как так сказать. Ну вот Куман подставляется здесь. Кумана надо спасать, выталкивают его. Здесь Куман горит под урной, и Куман погибает. Майнкерри сейчас еще второй погибнет у них, потому что нет, РМЦС успевает лежать за счет того, что есть инвиз и армлет. Молодцы, молодцы. Молодцы, прямали снайпера. Да, Фантомем, на самом деле, вот он прям старался попасть именно снайпера. Может, он вообще изначально двоих хотел закрыть, там прям вот... Возможно, возможно. Они были рядышком, да, но ему прям чуть-чуть не хватило, и он в итоге попал в Кунг, и так бы, возможно, размен был бы еще лучше. Но в любом случае он там молодец. Это выход теперь на Рошана. Выход на Рошана для ребят из команды Гамбит. Сюда пришел Паша, пытается как-то помешать, но Паша без Реводжа, и без снайпера, наверное, драться все-таки не стоит здесь с ЦИСом, и проще этот АЕГИ страдать. Тем более, что первый Рошан. Значит, у нас появляется первый момент для ЦИСов. Такой, значит, отрицательный, особенно для нашего региона. У нас далеко не все игроки пользуются этим аспектом. Это то, что... Вся сила в снайпере. Именно такая боевая мощь. И если снайпер стоит рядом с Кунгой, это уже ГВП для позиционки. Потому что стоит Кунг и такой танк 16-ка Нетверса просто. Он идет в первом. Снайпер какого-то черта стоит рядом с ним. Что это за позиционка Куман? Это ошибка? Ошибка, ошибка. Я об этом говорю. А я люблю сказать ошибки, да. Что, что... Снайперы стоят за Хантером и за Кунгой. Если он в момент хукшота находится рядом с Кунгой, а не на рейнже там 300-400, это полный провал. Значит, снайпер просто стоит за Кунгой и за Кайт Хантером и всех выпить. И вот таких вот пар ошибок от Кумана, он реально может залить каточку своим. Вообще-то Медузова нафармила уже с Кадди, забрали вышку сверху без проблем гамбиты. Я согласен, заявочка очень серьезная сейчас на успех. Да, да, да. Поэтому раз уж у нас Куман подставляется, то все, что нужно делать гамбитом, это просто пользоваться этой ошибкой, это постоянно врываться в снайпер. В принципе, у них до конца игры алгоритм действия, найди снайпера. Ну что ж, Т2 сверху пала, соответственно, Аванпост тоже забирает под свой контроль. Сейчас гамбит, перемещается на центральную линию, вышку, скорее всего, тоже там заберут. Как вариант, СИСы могут попробовать пока по макро попушить Т2 снизу? Но не рискуют идти под вышку, поэтому вышка все еще стоит у команды гамбит. Но надо потерпеть, да, им сейчас лучше не даться. Лучше все-таки. А там перетяжка идет сейчас вниз, вышка все-таки падает, есть просветка, нашли Кумана, здесь Куман понимает, что пролететь. Фантомему бы ворваться. Ой, как было близко! Как же было близко, но не дотянулся. Там крепчики мешали. Он ждал, когда кипа закончится ему. Если бы не это, скорее всего, бы он попал точно. Да, 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 да. Но это прям был очень хорошим. Ну и все, вот он Клокверк, он начинает себя реализовывать. Конечно, такое, знаешь, если ЦИСы, они реально все будут делать суперчетко, то тут, конечно же, вообще без вариантов ли гамбит, но пока у них с позиционкой в драке некоторые сложности, поэтому от этого нужно играть. То есть лучшее, что они сейчас могут придумать, это просто охладиться на своем треугольничке под вардами, так, чтобы у Клокверка просто не было вижены, чтобы птички без мастера моментально шотились. Ну и разок в смоке выйти тоже вариант, да, учитывая, что если делаешь минус один, то там уже не такой уж опасен для X, если там был какой-то ДП, например, в драке. Эдхантер у нас делает супер такой плотный активный билд. Алибарда, это Шива. Ну Шива, потом рефрешер, чтобы по максимуму, как говорится, выдавать в драке. Это будет супер лейбарда Эдхантер. Да, давай, две лейбарды, два реводжета. Ты прикинь, сколько Медуза времени просто будет фоткать Трикантера. Ну, пока неплохо Медуза фоткает, в любом случае, вместе с командой, плюс-минус. Но преимущество по-прежнему за командой. Цистри Джекс под денежку, понятное дело. Вот. Полтора минуты все еще будет действовать Эгидо, но не факт, что ее удастся как-то выгодно разменять, потому что, в принципе, уже программа минимум выполнена. Программа максимума — это, конечно, дойти как-то до ХГ. Идеально бы еще одну Т2 забрать, наверное. Т2, Скайфоун, да, вот еще у нас. ЦСы окопались, да, они поставили сентриварды на своем треугольничке. Они сейчас делают все правильно, просто держат территорию. И понимают, что если вдруг гамбиты будут подниматься по этому узкому проходу, то там очень легко сетапить Торрент, Реведж, Шрапнель Снайпера. Там вот это вот кидается в этот проход, и подниматься туда, конечно же, не хочется. Ну, плюс Блокворк не видит Снайпера. Кайтхантер. Кайтхантер в позиции сейчас. Видит прекрасную Медузу. Пытается найти позицию, но пока мы видим, что без вариантов. В Аегис не хочется врываться, да. Под выпадение Аегиса, да, самый лучший тайминг. Там минута как раз времени остается. Скорее всего, что-то придумают, мне кажется. Так, хотя сами придумают гамбит. Смотри, идут в атаку, в смоках, без Медузы, правда. Пошли иллюзии на разведку. Также ракетки Блокверка летают повсюду. Но нет, не получилось. Или получилось. Тайтхантер не боится ничего. Заходит на ХГ, Медуза увидел. Вижен ломается. Куман понимает, что нельзя ему здесь стоять. Ни в коем случае нельзя ему быть на передовой. Убегая сразу же подальше. И смок ответный Ацессорий Джекс. Давайте смотреть. Рамзес вместе с Пашей пошли вперед. Хочется голенчику забрать? Да всего, все хочется забрать здесь. Да, да, да. Но, не, они сейчас... Ну, сейчас, возможно, знаешь, сейчас такое... Чувствуется прям эта команда Темы. Чтобы вот так вот бегали структурировано, там, Куман, Рамзес. Кулл-стори был. Ну, а так они реально вот просто структуризировано бегают вот по своей территории. Наш, человек по учебнику такой нет, такой видишь, что это прям... Ну, это видно, что у них там команда, мол, сидим и терпим Дегиса, и есть алгоритм толка, пока нет, терпит. Теперь в чем? Теперь готовиться к следующему замесе, к следующему замесе нарушания. Можно что-то... Ой, Клокверк врывается на Пашу, поймали его здесь, и Паша-то здесь один. Паша загулял, его сейчас могут забрать. Да, он, скорее всего, не уйдет. Ну, честно, этот спейсм сложно назвать, да, потому что этот большой, он вас сейчас накормил. И не сказать, что он кого-то там заспейсил. Ну, это фарм для Медузы. Дополнительный, ну, ладно. Дополнительный, да, такой, крит-джек, мешок с деньгами подошел к вашей вышке. Забирайте, мешок с экспойс ветку. Ну, мы говорили, мы говорили, что все возможно в этом регионе. Ну, короче, да, у тебя, возможно, не хватает ресурсов, чтобы управлять ими по максимуму, потому что вот что-то он вроде управлял, да, там управлял, но в один момент сравнаешься, какой-то человек... Кто-то срывается с цепи, убегает, освояясь, там что-то делать по карте, да, и не слушает вообще капитана, да. Бывает, да. Ладно. Гем приобретает себе с профит, плюс у доз профит, кстати, имеется в блинкдайгер. У нас теперь еще более мобильное становится, тоже может быстро прыгать в эпицентр драки. Все будут за снайпером, вообще, все команды будут у него прыгать. Это значит, линка хороший вариант для кунки. Ну, не для того, чтобы на кунке была линка. Кунки не нужна на нем линка, у него 4000 хп, кого он нафиг сдался с затаником. Вот кидать линку на снайпера, чтобы его бестмастер не цепанул, это прям хороший вариант, хорошая тема. Вот снайперу нужен дэмэдж, то есть, конечно же, молодец. Ну, пока скади себе несет, как минимум. Ну, как вариант, да, чтобы замедлять, чтобы до линка не добрался, но вообще, по-хорошему, ему тут надо уже задуматься об МКБ, потому что, во-первых, у Медузы талант взят на уклонение там, то есть урона она уходит в никуда. Во-вторых, ну, какой-то айтемный урон в любом случае нужен, а криты у него уже имеются. Окей, криты на мималках. У нас внезапно замедлилась игра, вроде как, я все говорил, что сейчас после 15 начнется на стоп-экшен, я как же и ошибался, как говорится, потому что 31 минута, 14-18 счет, по-прежнему лидирует и по фрагам, и по деньгам ЦИС. Но, если честно, за последние 5 минут, то, что я наблюдаю на карте, это вообще не назвать лидерством, потому что, по-хорошему, сейчас гораздо лучше смотрится Гамбит. Ну, только из-за Игуса они лучше смотрятся. Ну, вот если сейчас не удаться подраться... А теперь что? Они просто стоят одни, вот, одни на своем хайграунде стоят, вторые на своем хайграунде стоят. И никто, очевидно, не хочет лезть, потому что вся эта игра It's all about position. Вот такие игроки, ну, такие герои, пуля, секс, снайперы, тинкеры, она обычно играла этой превращает, что просто сидите и все дружно там отыграл, лечились. Так, ну, они смог атака. Там, смок, лиза Рамзес. Рамзес уже улетел. Рамзес всех обманул. Да, переграл, уничтожил. Ну, там треугольничек зайти, смотрю. Ну, вообще, да, ну, там снизу такая громкая пачка крипов идет. Они видят то, что Кунга сверху, они видят, что Кунга сверху, у них есть рядом. Так, кукшот, врываются, Кумана нашли, Кумана нашли, Кумана могут забрать. Кумана, Форстафи пытается уехать, там пытается помочь ФНГ, но вгрызается в нее ДПшка под БКБшкой до конца за Куманом, Кумана еще пару ударов и он погибает. Байбека нет, в это время ФНГ тоже отправляется в таверну. Минус два уже от команды Гамбит. Погоня за Роджером, Роджер бежать. Нет, не убежишь никуда от ДПшки с Блинком. И Роджер тоже, скорее всего, отправится в таверну. Три в один драка в пользу команды Гамбит. Вот о чем мы говорили. Как только нашли снайпера, все, снайпера стирают в секунду. Да, это вторая ошибка Кумана, в очередной раз он находится рядом со своей командой, в очередной раз он не держит позиционку, в очередной раз он находится очень далеко. Понятное дело, что Гамбиты молодцы, понятное дело, что Гамбиты будут с мака, стараться его найти, врываться под Флайвижен, но черт возьми, это очевидно. Это очевидно, что они это будут делать, поэтому на месте Кумана вообще оптимально всего стоять, как он снайпер, имеет максимальный рейндж, стой, пожалуйста, на максимальный рейндж. Продавай Тайтхантер, продавай Куманку, продавай Скарасмага, продавай вообще всю свою команду, но задача снайпера стоять за 3-9 земель. А у него пока не получается, он два раза отдается и два раза очень много получается этого Гамбита. Да, и там Дорошана второго осталось буквально двойной рукой уже подать, 16 секунд, и Рошан появится, это шард халявный теперь для команды Гамбит. Разница на Трусу существенная между снайпером и Медузой. Да, плюс был потрачен рейндж, как минимум, без него драться-то наверное не хочется, кулдаун огромный. Там экзорцизм, там 50 на 50, заметь в этом замесе ДПшка, как раз развалил снайпера. Ну да, но в любом случае, если ты пойдешь драться-то, ты там получишь рор, стонгейс, и ты под этим тоже драться не хочешь. Кстати, еще один важный момент, у Вивера появился Аганим, теперь будет под сейф дополнительной команды. Я вот еще что понял, вот причину, да, почему еще такой плохой замес был. У снайпера не было линки, а линки не было из-за того, что, ну, Кунка спидпушит. Ты Кунка спидпушит, вот снайперу прям вообще очень далеко вставать, или просто просить Кунку почаще находиться рядом с ним, чтобы питьал линку. Вот одна линка, там была норма, да, у вторая линка, это перебор. Там еще и Клокверк собрал практически Аганим. Шива появляется у нас для Тайтхантера, моментально появляется Шива также для Дэз Профит, в этом плане баланс пока что по артефактам. Но теперь Аегис и Шард для Агамбит, и теперь нужно снова от обороны как-то играть с Риджекцией. Сейчас, если снайпер реально будет покупать себе ринкин сферы, ему дамаж не хватит. Ну, это перебор, да, то есть он покупает себе Скади, что ты здорово там, это покупает себе линку, здорово это еще сверху статы. В итоге ему Скади там дают суху, там, застептиловки, еще сверху линка там. 12. Ну, это не дамаж. Вообще, не дамаж. Не дамаж. Не дамаж. Что ж, ставится пока пауза. Вроде как, игроки все на месте, какие-то лаги небольшие появились, говорят, бывает. Подождем. Ну что ж, тут мы видим, что Медуза уже не стесняется даже в паузу, в паузу вгрызаться соло. Понятное дело, что в Аегис, но мы видим, что Паша уже больновато. Это Медуза, Медуза себе собрала уже доедалась. Там слив блин будет далее. Ну и потом бабочку просто. Ну да, наверное. Ну, можно пока что посмотреть на графике, и мы видим, что, ну на самом деле, процент победы не такой уж и разгромный, да, если честно, 39 процентов это серьезный, серьезная цифра так-то для CIS rejects здесь все еще могут перевернуть. Опять же, зайти все еще надо как-то на ХГ попытаться. Снайпер на при защите ХГ по идее очень хорош. Должен быть. Ну, у Шраптеля она хороша, когда там герой заходит, у них там тысяча ХП, там, две тысячи ХП. Она хороша, да? Но Медузы сейчас так много, что она реально зайдет на ХГ, да ей плевать на этот Шраптель. И более того, ей плевать на Снайпера, потому что Снайпера очень мало урона делает по ней. Кунка, ну это не дамагер. Кстати, о цене Кунка, там еще один топор покупает. Еще один топор? Еще один топор, да. Не знаю, зачем он так ХП себе масит. Чем больше он покупает хит-куин. А, ты прориев, господи, прориев, против него что. Чем больше Кунка покупает топоров в игре против ДП, тем кайфовее ДП. Чем больше у силовика жизни, тем эффективнее Сифона. Поэтому против него так вот прям уплотняться особо не имеет смысла. Вот, и при этом ему больше кто-то смысл. А может быть, он три топора хочет? Может быть. Три топора. Топора. Началась игра вот эта вот. И приказина. Да, 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 да. Я бы к этому и вел, Дима. Собственно, я, да. Ох, ладно, пауза у нас что-то затягивается. Затягивается, да. Пошли у нас типчики. Так, давай подумаем, как теперь гамбиты найдут снайпер, если он будет на ХГ. То есть дважды в лесу они его поймали. Нашли, да? ХГ будет посложнее. То есть на ХГ многое спасает то, что ДП может просто экзорцизмом там издалека бить выше, и Медуза выйдет вперед в фронтлейне так, чтобы ДДП никто не добрался. И в целом норм. То есть в этом случае они реально подходят. Сначала разводят на глиф, потом доходят еще раз и база падает. Дэмэджа там будет очень много. Возможно. А возможно снайпер сам спустится сверху и поставится. Если он спустится и снова получит в лицо хукшот и роркбейна, это ГГП. Но вообще там Клокер с агонимом, так-то вероятность этого крайне велика, я бы сказал, что его Клокверк найдет. Да, сейчас ультимативная тема для Гамбит, несмотря на то, что преимущества по деньгам у них особого нет, у них есть эггис, это просто купить гемы, да, гемы у них, кстати, есть, и снять все варды. Клай Вижена у них нет, самманов у них нет. Испытывают большие проблемы с тем, чтобы спуститься с базы и как-то вот неожиданно там начать драку, они просто ничего не видят, они как-то как-то котята играют. Вся команда типа и Пантомема, и оппоненты, и тиммейты восхваляют заслуги к локверкам в этой игре. Ну, ты как оказался полезен. Да. Молодец. Пусть и начало не задалось, да, но с мидгейма прям уверенно отыгрывал и вносил импакт. А вот фаник не сказать, что пока импакт носит, если честно. Вот так вот смотришь на него в этой игре, ну, что-то как-то блекл смотрится. Аура дает. Аура дает. Крепочки, конечно, бегают, это классно, но врывов как-то не хватает, как по мне. Ну, фантомен отрабатывает уже хорошо. Я тут подумал, если, короче, вот капитан руководит командой, если игра затягивается, то чем долей еще идет играть, тем сложнее капитану рулить всем процессом. То есть, ты знаешь, есть команды, где там один чувак всем рулит, ну, там максимум двое, а есть там команды, где как-то сами пацаны там, они там, понятное дело, что общие колы имеются, но там очень многие, они там на индивидуальном скиле многие вещи делают и более свободные. Вот видно, что у цисов чем дольше затягивается игра, тем как-то им сложнее. Они как-то начинают вот там Дайтхандер бегает по Т-3 вышке, Рамзес бегает на вражеской святыне, Снайпер два раза подряд уже был пойман. И чем дольше игра затягивается, тем сложнее капитану рулить процесса. Получается, что тебе мне вообще невыгодно играть долгую. В долгую его не хватает. Ну что ж. Ты свободный, Саня? Ты свободный? В смысле? Ты любишь, чтобы тобой руководили или чтобы ты сам там что-то делал? Не, я сам люблю все, что делал, но как бы. Подсказать, да, люблю, когда что-то дельное подсказывает, как правило, сам. Помнишь, что в матче мы играли, где ты был? Вот, да. Заметь, если мы там сидели, мы тебе вообще там не подсказывали, да. Ну особо, да, то есть мы как просто там, я сказал, мэй, это так, ну ты меня... У нас была простая острота, Димон, раскачать тебя, ты выиграешь. Это с ландроидом, нет, с ландроидом. Другими героями там повеселее было. Ну да, да, типа как бы, ну все равно все ставки были на тебя. И как помнишь, ваном помню, говорю, Вован, ну приди в драку, Вован, ну пожалуйста. Аван что-то бегает, другие твои скинги, была, что четвертый кант хочет поиграть. Мы договорились с ним, давай сделаем все, что в за руине, чтобы еще одну сыграть, но даже наша руина не помогла. Реванш, Реванш и Тайдхантер в те времена Дес Профит стирают моментально. Опа, это что? Это те самые паузы, вот эти затяжные паузы, это зачастую во вред, да, вот это как вот в любом спорте, да, когда у тебя напряженный момент, тренер берет паузу и команда расслабляется. Здесь примерно то же самое и произошло. Тут подожди, ты знаешь, ну тут надо смотреть тоже на сетап. Свободно, возможно, да, свободный чел там пойдет, ааа, что там в альтапчике, что там по новостям, что там в тиктоке, может там, не знаю, еще что-нибудь там. Ну, короче, короче, что ты это сделаешь, да? Ааа, Тема, что он такой, короче, посидит, быстренько подумает. Так, пацаны, какие у них есть, у нас есть шансы, давайте что-то придумаем. Оп, придумал, пошли. Короче, у него было время. Это, опять же, это все теория. Это я пока изучаю пацанов, чтобы понять, как работают одни и вторые. Что-то еще я так с Тёмой периодически общаюсь. Ну, пока, ладно, верно. В любом случае, пока что пуш откладывается. Ну, по крайней мере, до тех пор. Я думаю, он даже и не начинался, как ты узнаешь. Ну, слушай, я думаю, они хотели сейчас забрать Т1-Т2 снизу, как минимум, и попытаться, попытаться побить Т3. Но, пока только вот, пушит Т1, только сейчас. Но там, тем временем, сплит пушит и цинсы, забрали вышечку сверху, это неплохо. Почти 5000 хп укропа. Нормально. Ну, может быть, он рекорд хочет поставить, там, третий топор, я говорю. Нужен третий топор. Чисто в качалку сходил, да, 5 кхп набрал, пойдет. Ну, слушай, сейчас лучшее время начать, Дима, он, если что. Если вдруг кто-то собрался подкачать к лету, сейчас лучшее время начинать, советую. Да, февраль как раз. То по снежникам, спортзалям, как раз нормально. Спеть. За что, Саня знает, о чем он говорит. Он так, сколько ты от продъезжал самим? Да, много жал, Дима. Сейчас, тату зажму больше. Гораздо. Так что, нормально. Падает вышка. Медленно, но верно, но падает. Снизу Т2. Аегис еще полтора минуты будет действовать. Перетяжка вниз. Перетяжка вниз. Сейчас будет драка, скорее всего. Там рывается уже Клокверк. Поймали ФНГ. Но это только ФНГ. Эх, хотелось бы еще кого-нибудь поймать. Вот этого хитрого гнома. Снайпер, который убегает и просто делает ТП. Он делает еще и Сатаник. Куман решил максимально защититься в этой игре. Он просто говорит, ну, жуки, я буду... Должен подкачаться решил. Да, тоже подкачаться решил. Но там реально он все собирает на плотность. Может быть, оно и оправдает. Может, он реально собирается что-то из расчета, что они все равно в меня прыгнут. и я все равно буду драться. Возможно, он собирается исходя из этого. И я буду... Опа, Тейтхантер. Я буду реально, глядя на Медузу, я буду реально просто какой-то бутерфляй бы себе варил. Вообще, не думаю, так как, ну... И хватает выживаемости. то есть, и главное прыгнуть за снайпером это раз. И потом желательно просто круто бить, а бутерфляй еще могу дэмоджу дает. Ну, пока Свит Блинг хочет дофармить. Посмотрим, что будет дальше. Так, у нас еще может быть драка. Там пошла вперед Медуза вместе с Големом. Пока что не рискуют драться. Циса ждут, ждут выпадения Егиса. До выпадения Егиса 30 секунд. Пошел Смок. Хорошо. Я думаю, должны гамбить, догадываться, что что-нибудь придумают. Циса сейчас забирает в наглую просто аванпост, понимает, что Егис скоро закончится. Циса ждет Медуза. Медуза спалила Смок. Заслипал ФНГ. Не хотят бить Медузу, не хотят бить Медузу. 10 секунд. 10 секунд выпадения Егис. Бежим, хлопцы. Так, халакно. Врывается все-таки. А Егис закончится через 3 секунды. Накрывает ультимейт и Клокверка. Делает байбэк. Щекочет Медуза, но в виду все плевать. Врывается Дес Профис. Бой ФНГ. ФНГ сразу же делает апаут и улетает. Никто не погиб пока что у команды Цис Риджекс. Рамзес под Бесселом. Врывается Клоквер. После байбэка в него Рамзеса смогут ли забрать? Не знаю. Корабль пошел. Пантомему будет очень больно. Пантомем после байбэка. Нет, он все еще живет. Рамзес погибает. Рамзес делает байбэк. Возвращается обратно. В это время расстреливает всех Хуман издалека и в этот раз до снайпера не добрались. И драку не сказать. Я бы сейчас сказал то, что хорошая позиция у Цисса. Потому что Стоунгейс потрачен. Ультп потрачен. Клокверка не будет. Он уже прилетал с байбэка. При этом на зацепе Кунг он идет вперед. Он уже старается подцепить Вивера. Но Вивер у нас отступает. ДП у нас по итогу сейчас не боец. Единственный, кто может драться на си-дэмэдж за мессия это Медуза. По-моему, Крипчиков и Бессмастер тоже убили. И там каких-то полезных хаур не будет. И сейчас с Гамбитом надо просто пережить вот следующее Суакси. Там даже Вивер с Блинком играет если обратить внимание. Он тоже прыгает. Максимально мобильный Вивер получается. Он тоже прыгает за снайпером. Ну, я думаю, что он скорее всего прыгает с Эвис кого-то в первую очередь с Аганимом. А вообще может быть и за снайпером. Он прыгает за снайпером и ставит тех, кто убьет снайпером. Ну да, либо так. Так, ну что ж это еще не конец. Потому что все еще могут подраться. Ну вот у Сатани кстати готов до снайпера. Ждем следующего Рошана или что? Не знаю. Снайпер себе бабочку собирает. Теперь нужно собирать МКБшечку, наверное, Медузе, о которой ты говорил. В любом случае. Вообще очень, очень сильный слот. Не только ради, да, выживаемости, но и ради демэджа. Очень много, ловкости очень много. Он только суммарно всего дает. В итоге, в итоге, в итоге Рошанчик очень скоро появится. Вот следующего Рошана желательно ЦИС охранять. Так-то у них там сейчас вардики ставят в своем лесу, а они полностью уверены в том, что там нет вардов, нет кабанчиков. Ну ничего такого нет, поэтому им нужно просто успеть занять свой лес сверху. Со своего треугольничка пора выкатываться. Вот Фаник. Смог. Он готов? Он готов идти и давать рор? Да, да. Вместе со своей командой отправляются Гамбит на вражескую территорию. Расставить вижен, забрать аванпостик, в общем, подготовиться к появлению следующего Рошана, чтобы было проще его забрать. Ну а в это время Цисарь Джекс продолжает фармить свой треугольник. Кстати, внезапно уже 4000 преимущества за командой Гамбит, по золоту так-то. Иду за там неплохо так отрывается уже по фарму. Масоты закончатся очень скоро. Вообще, да, скоро уже все. Будет предел экономического развития. Иконка купил себе свежие БКБ. А БКБ здесь очень много дают. Вот ему прям очень много. Ну, полтора минуты ждать следующего Рошана. Это немалое количество времени. Медуза тут подфармливает. Моншартик сразу же дальше будет. Если Паша ворвется первый, успеет повесить Алибарда на Медузу до БКБ, такая же. Она реально стоит в реведже, потом стоит в Алибарде. Так, смок-атака. Смок-атака от команды CIS Rejects. Видит иллюзии. Снайпер раскидывает Шраф Нелли направо-налево. Клокверк здесь спалил Рамзеса. Рамзеса видели, по идее. Или нет? Не видели. На Клокверка нападают, Клокверка забирают. И 4 в 5. 4 в 5. Раз, не хочется 4 в 5. Паша побежал вперед. Его расстреливает Медуза. Паша не так больно, как хотелось бы, наверное, команде Гамбит. Плюс Алибарда есть. Паша танкует. Рор. Рор от бисмастера. Поставился Куман. Есть сейв. Неплохой от ФНГ. Корабль пошел. Куман все еще живет. Куман выживает. Поймали Дес Профит. Контролит ее. Но как же больно Куману, потому что Медуза фокушит сейчас. Его Сатаник не спасает. И Куман погибает. Байбэк у него имеется. Фанника забрали. Но это не страшно. Цель номер один это снайпер был. Погоня за Рамзесом. Рамзес. БКБ закончится сейчас. Рамзеса тоже могут стереть. Реварш от Тайтхантера. Но Рамзес уже погиб. Куман, возможно, на развороте сейчас всех расстреляет здесь. Но не уверен. Не уверен, что вся команда Цитри Джек сейчас может отправиться в таверну. Паша погибает. Рэмпач делает уже Меложул. За Куманом до конца чуть ли не под Т3. Но, наверное, не стоит так дайвить. Или да, или нет. Я не знаю. Медуза не уверена, по-моему, как и я. Все-таки решили развернуться. На этом нужно закончить свой дайв. И забрать вышку и просто отступить. Там Рошан появится через пару секунд. Вообще, гамбиты имеют такую крепкую выдержку. То есть, они реально вот все это время они как с огнем играют. Они просто туда-сюда, туда-сюда. Все это время они просто ловят момент, чтобы ворваться с снайпера. И Куман видно, что он, возможно, не привык, да? То есть, когда вот он играет в папочке, там просто, там либо люди бегут вперед, либо назад, там вот этих вот танцев туда-сюда. Их нет. А тут, знаешь, вроде бы они убегают. Ну, там, я не понимаю, зачем Тейдхантер за Медузу бежит, если честно. Этого я не понимаю. Там бегает Медузу, так спит ХХП. Вот за кем бы я бежал, он точно не за Медузой. Она просто развернулась, дала ему три удара, он понял, что не по шансам. Из-за того, что Тайд побежал за Медузой, как бы бежал вот за Тайдом, который бежал наверх. В итоге его снова поймали, и все. Третий раз. Ну что ж, ты черной раз. Теперь, да, я, кстати, не обратил внимания, что было в Рошане, а Егис, в смысле, Аганим или Шарт, ну, не важно, уже Медуза заходит на ХГ, ломает все. Медуза в любом случае, Аганим и Шарт имеются в наличии, просто премиум как данность. Медуза отправляет вперед, она просто танкует, и под Громозавром, вот сейчас ее расстреляет. Желтые руки, как говорится, не контрят. Знаешь, Лимон, да, кстати, про желтые руки, мне, мне, наверное, нет. Нет, не знаю, потом расскажу. Падает у нас центральная линия у команды с Rejects минус бараки, пока не торопится Гамбит, смакует, так сказать, момент. Смакует? У них времени много, как бы, вся карта под их контролем, они знают прекрасно, что вся команда оппонента на базе сидит. Торопиться некуда, можно спокойно отпушить все линии, перегруппироваться, нормально зайти. Перезнаешь, Рон, Дабл Дэм уже найти надо. Либо так, да, ну, ты был абсолютно прав, кстати, на предиктах, в плане того, что если игра реально затянется в лейтинге, это не самый худший, наверное, вариант здесь для ребят с командой Rejects. Но на самом деле, будь у снайпера примерно такой же Networx, я бы сказал, что, наверное, снайпер мог бы с ней побороться. Снайпера просто урона не хватает. Ну, у него просто билд такой, то есть он вроде бы собрался все, чтобы жить. Возможно, я не знаю, как там в его голове, возможно, из-за этого он так прям быкует в каждом драке, то есть три раза Гамбит его находит, три раза Гамбит его убивают первым, три раза они забирают за это Рошана. Это очень много, там каждый Рошан дает все больше и больше. И по итогу, ты его билд на жирами все? Паша, Паша, куда же ты, Паша? Нет, это все странное, Паша. Рор залетает, Пашу выталкиваю здесь. Паша живет, окей. Подпитуду с Эггинсом прыгать не надо, Паша. Пока Эггинс развелиться не стоит, Да, развели на Рор, получается, и Громозавр забрали. Рамзес. А вот Рамзес. Укшот, поймали Рамзеса, ревелш от Экхантера, там БКП успевают все нажать, что вообще происходит? Какая жесть, Рамзес пытается жить, играет Армлетикам, но его расстреливают, Рамзес погибает без байбэков в таверну. Еще один ревелш от Паши, уже оборонительный, там в это время кого фоксят? Непонятно, вроде все в рассыпную, Паша выживает, все выживают, убегает снайпер, заслипали здесь у нас Фанника, пытается убежать ФНГ, но ФНГ скорее всего заберут. Уман уже расстреливает из-под Т4, просто не хочет дать сломать еще строение, но скорее всего линию не засейвить вверх. Рамзес сломался, не сити нового. То есть там бегает Медуза Эггисом, прямо вот только что перед лицом у него бегает. Это команда. Да, да, да. И Рамзес думает, пойду-ка я Кабанчику ударю там. Кабанчик, деньги как бы, да. И вот Сева 5000 копейн там в одно мгновение просто улетели из-за того, что и Медуза ЭДП слишком плотно бьет. Да, и возможно нет. Да, 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 Димон. Я рад, что я был неправ. У ЦСР есть слабые места, причем они очень так ярко выражены. Если Гамбиты за эти места цепляются, то на самом деле все easy, потому что три раза из трех они просто находят снайпер и три раза они его разладят, так как у нас Куман, возможно, не привык играть вот настолько потные каточки с пельцонкой. Если вы же брать его игры в папчиках, там как-то все в 10 раз хаотичнее, непредсказуемее. Слушай, ну стоит и Гамбит похвалить, то есть максимально уверенно отыграли здесь, особенно Пантомем, просто красавчик на Клокверке, очень хороший. Да, очень хорошо. Именно в итоге Клокверк, которого я душил, он оказался не в пик. Да? Задушил в ответочку. Что ж, вот такая у нас замечательная первая карта получилась. Интересно, что будет на второе, а пока мы уйдем на небольшую рекламную музыкальную паузу. Вы никуда не переключайтесь, совсем скоро к вам вернемся.